Приветствуем дорогие зрители. Добрый день. Меня зовут Алена Самохина. Со мной сейчас Юлия Пугач. Мы приветствуем вас из города Львова, где сейчас проходит международный турнир по сквошу Львивского шкафа 2016. Это турнир международный уровня PSA, который принимают участники с разных стран. Призовой фонд 5000 у мужчин и женщин. Что говорите? Вот. Значит, сейчас нас ожидают самые интересные игры. Это финал женский и финал мужской. В которых встретятся Нада Аббас и Бриджит Коупол. И у мужчин Амар Альтамами и Кристоф Андре. Да, то есть это сильнейшие игроки, которые обыграли всех своих соперников. В каждой из категорий мужской и женской было по 16 участников, которые сражались за выход в финал. Вот. И перед нами сейчас сильнейшие. То есть мы ждем их выхода на корт, чтобы увидеть потрясающий спорт в их исполнении. Вот. Юля, скажи, пожалуйста, ты же тоже принимала участие в PSA, играла квалификацию. Расскажи, как. Я попала в первый раунд на Надежду Усенко, с которой мы сыграли со счетом 3-1. Был очень интересный матч. Надежда показывает, как всегда, высокий уровень сквоша, высокий темп. Вот. К которому на данный момент я, наверное, еще не готова. Но матч достаточно был интересен и динамичен. Да. Расскажу немного о специфике турниров PSA. Значит, если ты принимаешь участие, то если ты проходишь, ты играешь в следующую игру. Если же ты не выигрываешь, то на этом турнир заканчивается. Да, турнир заканчивается. У тебя есть лицензия игрока PSA, да? Да. Расскажи немножко об этой лицензии вообще. Что она предоставляет игроку, если ты ее имеешь? Лицензия предоставляет возможность игры на различных турнирах в категории PSA в разных странах, я так понимаю, разных уровней. Вот сейчас мы видели, как разминается одна из финалисток на Ада Абас из Египта. Да. Скажи, пожалуйста, перед турниром эта разминка сколько занимает она времени и для чего она вообще необходима? Я думаю, что каждая сплошистка, вообще спортсменка или спортсмен занимаются совершенно по-разному, разминаются лично. Вот она сейчас сделала гоустинг, да? Да, сделала гоустинг. Я думаю, что каждой спортсменке нужно минимум полчаса для того, чтобы хорошо разогреться, войти в форму, для того, чтобы, во-первых, не было никаких травм во время матчей и также для того, чтобы игрок мог сразу войти в игровой процесс на корте, для того, чтобы затягивать. Я поняла. Скажи, а вот разминка есть физическая и также есть какой-то психологический определенный настрой? Правильно, ведь необходим перед игрой, да? Совершенно верно. Ну, тоже это очень индивидуальный подход. Кому-то нужно уединиться, кому-то нужно, наоборот, завести себя музыкой, друзьями. То есть все очень индивидуально. Но это обязательный процесс для каждого спортсмена, я думаю. Ну, и, наверное, присутствует некий мандраж всегда, да, когда ты выходишь после разминки на корм? Ну, это, я думаю, есть у каждого спортсмена. Кто-то более уверен в своих силах, кто-то менее, но при этом, я думаю, что волнение есть всегда. А в финальных матчах, я думаю, максимально, наверное, на пределе. Давайте расскажем немного про Наду Абас. Это юниорка, она из Египта, родилась и живет, играет в городе Гиза. Текущий рейтинг – это 77-я позиция, мировой рейтинг. Он же самый высший пока что в ее карьере, но она поделилась с нами, что в этом году ее целью является достичь топ-50. Вот. В PSA она играет с 12 лет, а в сквоши вообще с 11, то есть чуть больше 4 лет она занимается. Мне кажется, у нее очень хорошие результаты. Очень мощная девочка. Мне очень нравится ее сквошь, я смотрела все ее игры. Очень динамичная и очень мягкая в движении. Стиль игры мне ее очень импонирует. Да, очень послеживается египетский стиль именно ее сквоша. Кстати, в последнем турнире своем по The Born Open в Германии она также была в финале, но проиграла. Вильгийке, Нейль Гиллис. Сейчас это уже второй ее финал, получается, PSA. Я думаю, она настроена очень по-боевому. Это было видно и в предыдущих ее матчах. Сейчас нам на корт вышла Бриджит Коуфол, соперница Нады Аббас. Тоже очень интересная девушка. Ей противостояли наши украинка Лиана Сардак. Сыграла с ней во втором кругу этого турнира. Также играла Надя Фистер со Швейцарии первый раунд. И вчера показали очень хорошую игру Инета Мацкевича с Коуфол. Коуфол занимается уже 15 лет. Играет в туре 15 лет с 2001 года. Ей 30 лет. Она на данный момент находится 98-й в рейтинге. Лучший ее результат это 52-я. Достаточно хорошая позиция, да? 52-я, то 50 вообще женская. Я думаю, она достаточно опытная соперница по сравнению с Нады Аббас, которая только начала свою карьеру, может, так сказать, разница 15 лет между ними. Это будет интересно, потому что надо очень уверенная, сильная, хоть и неопытная, и опытная Коуфол. Интересно будет, конечно, увидеть это противостояние. Согласна с вами, Алена. Кстати, Коуфол является же и действующей чемпионкой Австрии. Сейчас она выиграла этот титул в феврале этого года. Видим Лиану Ковальскую. Я так понимаю, она будет судьей этого матча. Судьей у нас будет трое. Наверное. Кто является боковыми судьями, можем ли мы сейчас это сказать? Пока что не видно. Но их представят перед матчем игрокам обязательно, чтобы они знали, на кого смотреть в случае каких-то спорных ситуаций или решений. Разминаются девушки. Идет, знаешь, точное время, сколько они разминаются с каждой из сторон. Слева и справа. Около трех минут, да, по-моему, с одной и с другой стороны. Я думаю, что около этого. Где-то две с половиной. Потому что на разминку идет пять минут именно на корте соло. Равное количество времени им дается для того, чтобы пристучаться с одной и с другой стороны. Совершенно разные соперницы по тактике, мне кажется. Абас выглядит очень уверенно и в плане такой жесткости какой-то. И более мягкая кофа. Очень интересно будет наблюдать за тем, как же будет строиться матч. Да, это будет интересно. Интересно, как физически их неиспособности одной и второй спортсменки, кто обладает большим запасом выносливости. Пока было видно, что девушки подготовлены неплохо. Мне вот очень приглянулось Абас передвижение. Она настолько мягкая на корте. Да, двигалась она, конечно, очень хорошо. Обе девушки правши. Посмотрим. Посмотрим. Матч обещает быть интересным однозначно. Да, собираются уже зрители на него вытягиваются. Да, женский сквош такого уровня, он в Украине мы впервые видим, да? Да. Пока у нас таких соперниц еще не приезжало в Украину. Настолько много, скажем так. Да, в таком количестве, это точно. Пока у нас Инета Мацкевича играла до декабря. Да, но девочек с Египта, с Австрии еще пока у нас не было. Да, Инета уже постоянная наша посетительница наших турниров. Приезжает уже и, кстати, и выигрывает она, по-моему, уже дважды она выигрывала. Да, да. Серию Песы турниров в Украине. Так, интересно, будет ли кто-то подсказывать девушкам между геймами? Ну, надо, вряд ли есть здесь кто-то, кто может ей подсказывать. Возможно, она будет использовать связь интернет или телефон для того, чтобы получить какие-то подсказки. А у Бирджет, у Бирджет, по-моему, был кто-то. Может быть, кто-то из девушек из серии есть ее подруги, которая что-то. Приехала с кем-то из игроков, кто ей помогал на предыдущих играх. Насколько я помню, Аббас тоже немножко помогал. Игрок сегодняшний, финалист наш. Да, Кристоф Андре? Да. Нет, нет, второй игрок. Альтамини. Альтамини, Альтамини. Понятно, посмотрим, что будет. А скажи насчет вот этой поддержки между геймами. Ну, у тебя есть достаточно большой опыт международных соревнований. Насколько он важен, когда ты приезжаешь в другую страну и есть человек, который тебя поддерживает? Это важно. Это очень важно. Иногда даже просто слово «давай» или какая-то элементарная подсказка во время игры, она действительно может очень многое решить. Особенно, если ты один в чужой стране и поддерживать тебя некому. То это, конечно, очень здорово, когда рядом есть человек, который может тебя направить. Девушки разыгрывают подачу. Развучало. Тайм от Суги. Центрального рефери Яны. Кто подает? Подает, я так понимаю, надо. Бриджит не выходит с корта, чтобы не остывать, наверное. Да, Биржит. Биржит остается на корте. На, подает, надо. Держит, принимает. Так, ну что же, начинаем. Начинается матч. Начинается. Мощную игру начинаем, надо показывать. Сразу, да, с первых. На самом деле, это очень важно, как ты начнешь. Ведь это, ну, мало того, что это по счету очень хорошо иметь какое-то преимущество с самого начала. А также и психологически, это уже давление самого. Я думаю, как и для себя уверенность, так и давление для соперницы, да. Есть лед. Есть лед. Лед. Атака, да? Хорошая атака. Сразу преимущество берет. Надо в розыгрышах. Так, ну, пока мы видим, что биржи защищаются. Мощный, красивый сквош показывает. Надо. Да, потрясающий удар. И опять, я думаю, что это будет мулэд. Нет. Принял решение. Мне кажется, достаточно. Хорошая длина, и мяч уходил. Не точно. Все, центр пока что. Пять-эфи-центр, да, и надо пользоваться этим. Потому что на таком уровне, конечно, очень тяжело выходить из ситуаций, в которых ты проигрываешь позицию. Сразу же тебя за это наказывают. Уже 3-0. Очень уверенно начало. На бирже нужно искать свою игру, иначе надо просто... Практически с любой позиции надо атакует. То есть даже, казалось бы, ситуации, в которых защищаются, она умудряется очень хорошую атаку проводить. Ну, если... А, ошибка, да. Первую очку берет. бежит кофа более защитный указывает сквош пока но это только начало возможно и ты помнишь если матч с инетой такого проигрывала также с большим преимуществом где-то 7-2 если не ошибаюсь и закончила проиграла первый гейм 11-7 и найти то есть я после этого гейма была уверена что это возьмет весь матч но потом что-то изменилось и три гейма подряд взяла коуфау причем так уверенно возможно и нужно время для того чтобы разыграться и занять соперник на игре девушки не играли с собой между собой ни разу так что что здесь будет но вот на это правда надо осталось после своего удара не успела вернуться центр и естественно не успела на следующий удар на так от надо продолжается и до скажи был ли те опыт игры с спортсменками из египта интересно было бы очень сыграть очень-очень мне я же говорю импонирует ее сквош интересно посмотреть против такой соперницы свои возможности 8-2 очень хорошее преимущество имеет надо аббас аббас еще раз пробивает по корту вылетел мяч за пределы корта очень спокойно выглядит даже при таком счете бирджет каких лишних эмоций не мешает и опыт да видишь уже два мяча она подряд берет 4,9 становится счет за счет длины право и лево угол она конечно немножко начинает менять тактику игры бирджет тем самым доставляет на удобство уже наде подчёт ну сам да хорошая подача да хорошая подача уже в третьей ошибки идете меня просить ладно да строк единогласно приняли решение судьи действительно начали тела фактически людей выигрывает надо за счетом 11 4 уверенно ну чтож есть время подумать над тактикой до у бирджет думаю что сейчас наверное бирджет все-таки будет пробовать другую тактику игры посмотрим получится ли у нее это посмотрим какие-то юнористические ситуации сейчас у наших зрителей хорошее настроение на турнирах это конечно всегда здорово полторы минуты да сейчас дается нашим девушкам чтобы отдохнуть и пить воды 2 до перевести дух на уже несколько решений она приняла в этом матче надо бас возвращается на корт первая выходит на корда немного раньше времени даже еще не они объявили ну вот и тайм оценим ну что сейчас посмотрим как начнется этот гейм мне кажется немножко все таки своей уверенностью и мощным сквошем психологическое давление надо оказывает на соперниц наверное не только на биржет первая подача да попала стык стены и мяч уже не летит непонятным контролируем контролируем потрясающие волосы играют надо такие неожиданные и очень низко очень неудобно для соперницы первое очко за надо так они очень удачная взяли на корта чтобы вы тут суди принимают решение лет надо мяча было далековато до чтобы получить строк да атака с передней части корта вообще просто не опускают возможности вообще девушки только минимально выиграна позиция выиграна позиция простите сразу же идет атака причем очень мощная хороший защитный был лоб но надо воспользовалась возможностью да она достаточно много играет слету естественно это задает хороший темп но практически не дает возможности взять преимущество надо сопернице своей все таки полностью ведет игру именно она по крайней мере на данный момент какой только что был кроссвилля да ты видела это очень хорошая атака очень красивая обман очень красивый обман ответы берут о сразу воспользовалась возможностью вот надо под Ajay просит лет чтобы протереть очки Сразу преимущество с подачи. Немного осталось позади бежит, она, видимо, ждала атаку назад, потому что часто очень надо играть в передней части именно прострелами назад, она осталась немножко сзади, чтобы... Мада начала вот как раз сейчас, по-моему, все время дергать вперед биржит, с любой возможности пытается сделать боуст или дроп вперед, к чему сейчас совершенно верно, как ты говоришь, Алена, она не готова. 2-7 счет, 3-7, достаточно большой разрыв. Да, когда такой большой разрыв, то, наверное, лучше стараться не думать о счете, в принципе, и по максимуму отыгрывать каждый мяч и играть качественность слож. С абсолютно разных счетов, счетов достаются и выигрываются матчи, поэтому я думаю, что биржит будет бороться за каждое очко в любом случае, независимо от того, какой будет разрыв. Да, что мы сейчас увидим, она это и делает. И? Как раз догоняет уже 5-7. Да, с левой стороны это драйв назад, конечно. Хендрайв. Есть слайд, приняли решение судьи, полностью согласны. Хороший прием подачи сразу берет инициативу в свои руки. Надо. Да, опять атака. За атакой следует. Да, гибельский схож тем интересен, что именно в своей атаке, правда, потому что мы не увидим там долгих катаний вдоль стены. Очень разнообразный при этом сплошь, не просто сильные удары, а очень четкие, очень интересные. То есть каждый розыгрыш совершенно новый, совершенно новые удары, новое построение розыгрыша. Да, кстати, после вчерашней победы египетской спортсменки Нураль Щербини первую позицию мирового рейтинга сейчас она как раз и занимает первая Нураль Щербиния, вторая Масара англичанка, третья опять-таки египтянка, четвертая француженка и уже пятую позицию занимает Николь Девик, которая бессменно была 8 лет, даже может чуть больше, под лидером рейтинга бессменом абсолютно выигрывала 8 раз чемпионат мира. Просто что-то невероятное. Замечательная атака, настолько низко. 9-6 уже у нас счет, пытается взять, пытается перехватить инициативу в свои руки все-таки Бирджит, но пока надо очень уверенно, даже при том, что начинает потихоньку вроде бы вытягивать Бирджит, но надо все-таки пытается не давать ей никакой возможности. Очень быстро, очень быстро играет и двигается, действительно не успевает. что подтверждает именно тот момент, о котором мы говорили в начале игры, что девушка готова физически на быструю игру и, видимо, на долгую. Очень здорово. И еще один гейм за Надой Абас. Ну, у Нады, на самом деле, есть хороший опыт игровой с сильнейшими египетскими спортсменками. Она рассказывала, что последние два турнира вообще за этот месяц она играет уже четвертый турнир. До этого она сыграла два местных турнира, один у нее был PSA турнир, в котором она как раз и проиграла в Бельгийке в финале. Два местных турнира она играла в Египте против сильнейших египетских спортсменок, таких как Нуранга Хар, которая на последнем British Open играла в финале и обыграла просто сильнейших француженку Сэрме и других сильных спортсменок, также, которые претендовали на финал. Если она играет с ними, то, конечно же, она подтягивается к этому высокому уровню игры. Также Хабиба Мохаммед, которая чемпионка мира среди юниоров. она играла с ней, по-моему, в четверть финале последнего своего турнира. проиграла. Но я думаю, что опыт без сцены дают такие матчи. Уверенность, опыт – это очень важно для игр. Даже глядя вот на игру сейчас с Биржит Кофл, которая уже 15 лет находится в туре, и опыта у нее явно не меньше, но очень уверенно и очень давяще играет надо. Здорово, сейчас нам показывают все последние, не последние, именно последнюю часть каждого розыгрыша, да, и те забитые мячи, которые мы видели во втором гейме. Очень интересно посмотреть такую нарезку. Сейчас у нас начинается третий гейм матча. Это последний турнир Биржит что-то сделать в этом финальном матче у нас во Львове. Посмотрим сейчас, удастся ли ей противостоять мощной игре Нады. Кстати, в этом турнире Биржит шестая сеяная, а Нада имеет посев под третьим номером, то есть все-таки выше, чем Биржит. Ну вот обманный удар очень хороший. Очень здорово собрала дробь. Впервые берет преимущество в гейме. До самого начала она уже красивая болт, что отыгрывает надо, но все-таки забывает. Опять это египетская непредсказуемость. Некая даже такая агрессивность в игре, в этом стиле присутствует всегда. Но это делает сквошь действительно интересным. Ошибка. 2-2 счет. Это хорошо для Биржит, что нет опять какого-то преимущества от Нады. Третья атака замечательная со стороны Нады. Любую возможность использует, только мяч улетает вперед сразу же Нада. Проводит отличные атаки, очень точные. И может Биржит с ними справиться. Здорово идет на опережение. И идет 4-2. И идет 4-2. И даже когда можно еще поискать другую более удобную позицию, она атакует. Очень нестандартно играет. Разнообразно. И действительно, практически с каждого удара может сделать все, что хочет. Как атаку, так и дроп, так и защититься. Вот он. Почувствовала еще больше уверенности, как мы видим по этому удару. Надо. И уже. 6-2 уже очень уверенно. Прекрасно. Идет к победе. Очень красиво. Да, ничего нового Биржит не показывает в этом третьем гейме. И надо уверенно играть дальше свою игру, навязывая как и темп. Наверное, все-таки не дает ни малейшей возможности надо для Биржит, чтобы она что-то поменяла своим темпом. Просто все сбивает своим темпом. Хорошо, сейчас отыграла Биржит. Уже второй такой мяч не забывает в этом гейме Абас. «Пока по матчу видно, что любые попытки Биржит отыграть защитные какие-то удары, все-таки надо перехватывать даже с них инициативу и начинает все-таки нагонять свой темп. Биржит от Коффаил. Биржит от Коффаил убеждают, что ей было всего лишение шаг на мяча и лишь надо помешало сделать его все-таки новый ошибаются надо еще одна ошибка момент неожиданности да когда на самом деле кофа сыграла не точно просто надо была не готова к этому удару и поэтому сыграла в даун вот это уже 79 немножко начала спешить по моему надо забить хотелось бы какой-то интриги все-таки в этом матче возможно сейчас она появится все зависит от этих двух розыгрышей ближайших местных я думаю будут скажет нам судьи да так и есть смотрим сможет ли все-таки бирджет вытянуть этот гейм действительно интересно посмотреть как будет себя показывать в игре надо менее преимущество золотого ошибка в пользу полку 89 что думаю самый важный мяч сейчас самый важный розыгрыш перед нами пытается сбивать темп держит остается все еще спокойный на таком важном мяче ай-яй-яй-яй вот 9 9 9 9 очень много сейчас болтов со стороны надо начала бирджет но вот играть все угол что ты думаешь на лэда если девять мяч болу надо да все больше 1 очко отделяет ее от своего первого титула пьесы очень мощный атаку поводит надо мне затаило дыхание вижу что же будет дальше все же будет очков на самый длинный розыгрыш за все да согласно O все-таки выигрывает надо свою фитуль и первый надо Абас становится чемпионкой Бери скво-шпап и обыгрывает соперник дежи кофо кризис очень уверенно и очень красиво показал азк ваш замечательный во львови в этом году надо амбас девушки нравится и дышат после трех геймов веганных тяжело здорово можно поздравить надо с победой со своим первым титулом пиэсэй выграно у нас здесь во львове приятно когда приезжают спортсменки первый раз выигрывать на самом деле это означает что возможно не вернуться к нам я думаю что вернуться к нам да хорошее настроение хорошее воспоминание однозначно гарантированы что мы видим довольных наших зрителей которые видели красивый сквозь через час состоится мужской финал у нас есть целый час до сеченька мужского финала что ж сколько же у нас длился этот матч я думаю что где-то около 45 минут до даже 40 до 40 минут длился этот матч из трех геймов на самом деле маще могут длиться и два часа бывают эти геймовые поединки которые длятся очень большое количество времени показывает сейчас самые красивые розыгрыши матча красивые моменты да как только что попал в мяч это было хорошо ну что ж я думаю впереди предстоит очень интересный мужской финал обещает быть уже очень динамичным на мужской финал мы пригласим наших мужчин на наших мужчин профессионалов покомментировать их эти матчи сейчас я бы хотела пригласить к нам кого-то из организаторов нашу студию для того чтобы они немного поделились вообще организации рассказали об организации этого турнира юля спасибо большое было с нами на этом матче и рассказала свое мнение и также большое спасибо до скорых встреч спасибо за просмотр дорогие зрители сейчас со мной рядом сидит победительница львиевского шкаф надо абас из египта которая только что в трех геймах обыграла австрийскую чемпионку обиджит коуфол сейчас я спрошу надо чтобы она поделилась нами своими эмоциями впечатлениями надо congratulation it was amazing match everybody enjoy it very much can you please tell us your emotion after this it's your first psa title yes yes and what do you feel after this match amazing it's a good result for you and how how was match here was it powerful of course it was tough i when i went to the match i know it's it's going to be tough so i was concentrating more than before and i was concentrating to win the first game to take to be in the upper hand and play my best question not scared i was a bit tense at first but i said to myself i'm only 15 years old i have to enjoy it play надо говорить что сложно передать эмоции после победы в этом матче она говорит что она вышла очень сконцентрирована настроена на победу ей было важно выиграть первый гейм чтобы быть впереди чтобы чувствовать уверенность но выйдя на корт и играя дальше она сказала сама себе что мне всего лишь 15 лет и я хочу просто наслаждаться с кошем и показала нам этого потрясающий игру надо thank you thank you very much for the sports and maybe you can say something about ukraine do you like me for yes how do you like this tournament yes i might come in july again надо говорит что ей очень понравилось в украине и в июле она к нам вернется это потрясающе we are very happy we have a very happy meet you again in ukraine thank you very much вот такие вот дела